всем привет займемся сегодня установка двигателя 123 вместо 110 на 126 mercedes сейчас нам надо будет кое-что перекрутить а именно надо вот датчик будет давление как-то вкрутить в тот фильтр там фильтр стоит уже тойота переходник сделал интересно переходник потом как-нибудь я его размеры засниму куда масло лапы тут надо прикрутить вам все датчик поставить потом надо будет разобраться с этими со всеми тягами газа она эта штучка там мне кажется подойдет вообще все четко даже такая тут наверно все у нас будет в порядке единственно тут шланги этой печки но это разберемся дальше по ходу главное сейчас нам его ткнуть и прежде чем втекать надо горю сделать вот сюда датчик крутить чтоб потом там не мучиться что-то вдруг не получаться будет я думаю боюсь как бы не присвоится суда этот фильтр 110 прикручивать корпус не охота конечно может придется все короче а еще вот проблем к 1 пока точно сам это главное иди сюда вот самая главная проблемка надо пока он сейчас здесь стоит надо снять этот насос потому что он же видите у нас будет не подключены кстати хорошая штука но под него надо еще штуки дополнительно мы пока его снимем чтоб он не крутился он сгорит в общем вот такие сейчас пока план действий подготавливаем короче к установке вот короче резьба все здесь нормально одинаково плоскости видите как набух сточено и до спиливали трубку болгарька бле их захреначили корпус сейчас нам надо эту плоскость уровень конечно в помощь нам жена болгарина как обычно и все будет окей вот и это то есть не будет Да, да, да. Сейчас наверно упрётся этот датчик. Хотя там даже хорошо, что упрётся. Мне кажется, он не будет бежать. Там же плоскость сделала такая. Посмотрим, упрётся или не упрётся. Всё, упёрся, сучка. Не знаю, конечно. Тут туда упрётся шайбочек накладывать, да? Или сам этот подрезать надо. В общем, ладно, пока оставляем так, я его вкручу. Сейчас ещё раз выкручу, посмотрю, как там контакт. И пока оставим так, потом, если что, будем здесь шайбочек просто побольше накладывать. Я думаю, мы этот зазор выберем. Просто у нас безвыходная уже ситуация. Да, держит там хорошо по плоскости. Здесь, видишь, как по плоскости он там прижмётся. Нормально будет. Не думаю, что бежать здесь. Что там, лезь мне, спину убежать. Надо снять ещё бензонасос. Кто, может, помнит, у меня мэрс на газу. И стоит у меня электробензонасос от запорожца. Поэтому этот убираем и вместо него поставим заглушку. Она вот с этого движка со сменой. И там он, заглушечка. Сейчас её поставим туда. Ставим фильтр. Фильтр, масляный датчик. Намазываем вот так герметиком. Для пущей, как говорится, это надёжность. Накидали шайбочек целую кучу медных. Правда. Но, я думаю, будут они держать. Они как раз узенькие. Чуть-чуть по плоскости эти не совпадения. Всё равно надо придавиться. Весь пирог сжался. Всё, хорошо. Откручиваем насос. Не знаю, что-то пока ничего не снимается. Откручу все винты. Не развалился был. Что там внутри ни разу не видал. Хоть посмотрим, что внутри. Шпука какая-то. Вал какой-то крутится там. Не понятно. Там типа эксцентрик. Ну как это муха разбирается. Дай как она выключает. Разобрал. 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 Я всё ебанул. Давай её не видел. Вон там весос. Какие-то ролики ходят. Эксцентрик. А, ну она качает как полумжирки. Понял. Систему. Видно тебя? Ладно. Это мы сейчас всё соберём назад. Как я помню, вот эта крышка получается. Её не надо было откручивать. Вот так же она кверху была. Я забыл как она была. Или вот так. Вот так. сальничек стоит. Понятно всё. Вот эти два болта, они как бы фиксируют насос. Можно было их и не откручивать. Понял. Вот. Ну а там ничего в принципе нет. Просто вот привод. Как на 110-ом, кстати, моторе. Только я не понял. Ебаный покос. А что это получается полумуфточка долбанулась туда внутрь? Ебаный. Это корпус насоса. Сейчас на место всё прикрутим. Была там это, нет? Дай фонарь. Муфта. Нет, здесь этот идёт. Вау. Она упала вот тут, на цепи вылежала. Она бы не упала далеко. Нет, не было её. Фу. Значит, он был отключен. Он просто стоял, можно было его не откручивать. Ну ладно, у нас 123-й блок есть. Мы сейчас с него заглушку эту сюда вкрутим. И всё. Тут получается как на 110-ом вот эта фигня. Только здесь привод трамблёра. А тут вот привод насосом было. Но он по сути сейчас втыкает где-то. Трамблер даже вот такой вот. Прижимание, да? Он будет, кстати, работать. Ставим насос этот на место. Такой заглушки у нас, оказывается, нет. Но она и стояла, этот насос вместо заглушки. Какой-то мотор, это с хорошей комплектацией марса был. Я что-то на 123-х не встречал, кроме универсалов. Чтобы была гидрорегулировка просвета. Да, мы сейчас намажем на место герметичек. И поставим. Стояла она и пусть стоит. Не мешает этот насос. Не крутится он точно. Привода там не было, он снятый. Привод. Так, клапы поставили, патрубок поставили. Но образовалась у нас печать беда. Андрюшка хорошо заметил лопнутый коллектор в этом месте. Ухо отломилось. Тут паранит наложен. Но он продавился. Видишь, это из-за паранита. И ухо нахрен туда отломилось. Короче, наша сейчас жидача не отворачивает эту фигню. Здесь она так и будет. Сейчас здесь как-то надо снять фаску. И полуавтоматом, я думаю, она проварится. Потому что нехорошо будет, если будет сечь. Заварили. Вот так вот получилось. Я прям к гайке приварил это ухо. Все равно ее не откручивать. Знаете, из-за паранита. Они и те уши там поломаны. Вроде там не сечет. Но на крайняк потом буду, если что, снимать. Заварить. Хотя их не обязательно и заваривать. Так, заварить надо, конечно. Здесь надо проставку железную делать. Я-то говорю, на своем сделал. На том 123-м. Здесь железное это. А тут просто паранита накидали много-много. Из-за этого уши сломали. Вот такая вот кухня. Ну, в принципе, все. Сейчас тут. Укрутим, что сырая. Можно ставить уже движок. Так, ну, пробуем мотор поднимать. Сейчас нам надо поймать. Чтоб он ровно шел. Иначе нам будет тяжело потом впитать. Пока вроде нормально. Ну, нормально, нормально. Укрути. Ну, с тормоз убери. Давай-давай. Что там первый раз? Будем лучше. Давай, поднимай. подкатываем эрс давай как я тебе говорил не траву включай вот на машке помогла все вставляя фотка пускаем как у нас идет по маленькому а просто поглядывать на все а сама пройдет подойдет на этом еще не сделано между маховикles세요 надо провернуть двигатель также как от стоит трансформаторotes вниз этойôре пяса гулатously также проверить рифа на он вот здесь был потому что маховик у них дисбалансный на 123 так надо вот эту плоскость протереть уменьшает он берет а вот наши браку подкрутить не надо туда сделать до показать этот мотор ложится на подушку сзади на уровне подушек встанет почти ровно там надо коробку пыли походу приподнимать наверное вот так с тобой пока выше поднимай смотри в камеру да нормально там надо похоже на маленько мороз подкатывать да? что у нас далековато чутка коробку поднимай надо мэрс чуть-чуть подкатить видишь он не достает до коробки надо чтобы он туда упирался в коробку наоборот ну-ка давайте чуть-чуть подкатим миша выключи пока снимаем редуктор упирается он в карту придется переставлять его задолбался редуктор проститутка до сюда катается вот сюда предоставить чтобы здесь стоял да? чуть-чуть 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 вверху постепенно не совпал там боку уже положил под низ все сейчас мы короче его откатываем он уже здесь стоит на подушках да? там подкорректируем немножко но мотор мускай дома чуть-чуть стоп прикручиваем этот или трансформатор болтики агриянова потихоньку проукручиваем только тут в первых надо все натравить потому что потом можно не попасть а потом уже затягиваем два раза прежде проворачиваем ну и все все мешает прикинуть воздухам хотя он не подойдет конечно ну что тут близко хотя в принципе он как бы и встал а вот капот по-моему не закроется или мне кажется что не закроется блять в воздухамце я хотелось бы это поставить с него красивее смотрится да? он как-то может ну-ка сейчас мы его закроем давай берем все барахло короче что тут с радиатором мучаемся 123-го патруба прям четко подошел не мотор-то 123-й а этот-то 110-й там термостат по-другому идет короче сейчас вот это раскрутим дело придется это отрезать тоже шланг и втыкать сюда датчик теперь это уже вентилятор все порезали на шланг еще не так просто напихнуть его будет сюда короче одевай надо масло помазать так все система охлаждения мы закончили двигателя в принципе и вакуумная система тут только привязать все будем там облагородить вакуум наверное тут еще с этим надо будет смудрить как он с газом надо попозже сейчас наша задача его запустить пускай без газу газу надо будет переделывать кое-чем там это надо делать вот сюда там дошла тяга тут тросик ну это мы что-нибудь обредумали примерно уже знаю что сделать но это попозже нам все разовести посмотреть что давление вообще как мотор работает потом уже дальше о том что смысла вообще нет колупаться сейчас проводим подключаем провода осталось температуру подключить давление там подошло на свое место ну и там на карбюратор датчики зацепить вот эту хрень срежем и туда ну и бензин здесь заливаем водицу все подцепили ну как все чтобы завести все еще не газ не делали сейчас будем пока болтать сутку и что она переделает сейчас заведем прогреем не глушителю нас не сделан будь сейчас орать так что не пугайтесь и на этом это видео будем заканчивать а там уже будем показывать следующий выезд глушать я думаю там особо нечего показывать мучиться буду с этим коленем ну хоть нашел одно уже радует с того 126 серого блин забыл и спросить эти колени они может у него есть вот сейчас заведем будет давление все наследие все наследие не там нет 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 давай заведем вон он пошел ну чем хорошо такое что мы забыли в гидраль залить не сиди декстроном все в гидраль залил генератор заработал а ты гирисмерс не работает пойдем туда давление тройка нормалет я и и и и О, пахнет, все нормально, полевая стега, полевая. Заведем, тут самая оттуда, она живет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не держится. Не хватает, надо будет. Ну, это карбюратор надо регулировать. Да и, в принципе, воздуха на нет. Все равно хуже так. Надо сейчас холостых ему поднять. Настроили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 но это это во-первых мотор мне кажется долго стоял так хочу давление сейчас мы активатор это сделаем и давление ни фига это заело заслонка собак температура чуть больше 80 давление полочка на обороты где-то вода на 800 чуть-чуть что-то плавают все равно свечки проверить короче надо будет это ну на ходу еще потом проверим как он будет она придется ставить нам это насоса 110 у нас там есть все таки от 110 гораздо производительность на полтора раза это будем разбираться чуть позже нам сейчас еще остается тут глушак вот сделать и газовая будем ставить карбюратор вот помните я делал в общем там лежит не охота заставать короче он у меня сверлины со сетями с врезками в карбюратор он бы у меня работал мне не работал из-за редуктора мы его ставили на тот мерседес на 123 вот я на тот карбюратор воду тоже он перебран и все с врезками с этими мы поставим сюда все-таки хочу я на том карбюраторе врезки на врезках будет работать и гораздо лучше чем делать там куда-то флягу и куда-то на газу так все сейчас будем займемся наверное вы газовыми тягами что перегнать он в тот гараж там глушитель короче надо эти тяги переделать здесь и вот идет в общем она короче удлинять она и здесь как а здесь у нас чего вот здесь получается трубку дает получается на 10 здесь на 8 тут и штук и не помню не поможет тут еще санта сама-то глава на короткая видишь должна где-нибудь вот идет до будущего самую эту на концу удлинять видишь тут должна достать вот до сюда вот так стать хотя принципе можно она не к стаму длине трубкой не мешает сейчас на короче струбку найти одессу да еще и вот надо немножко отрегулировать на тему чуть-чуть идет не так а тукат не до конца дается должно это встать в ноль а Продолжение следует... Сейчас твой кусик нахуй... Осталось нам глушак сделать... Вот, кстати, покажи, как сделаю эту вот... Зацепил просто тягу, ничего я тут не стал мудрить... Тут тросик просто привязал, нам получше, чем комутиком другим... Не знаю... Короче, вот этот я сделал на коробку, видите... И когда на весь газ, видишь, даже как бы немножко там многовато получается... Вот этой штуки... Что-то тут как закусывалось... В общем, работает... В принципе, работает... Сейчас осталось нам глушак сделать... В общем... В общем... В общем... В общем... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, бензин кончился. Ну ладно, работаем. Тех, моторчик холодный, маслица. О, тут даже больше уровня немножко. Видите, поработало, все равно светло. Масло свежее залить, только какое, непонятно. Так, ну-ка, что тут у нас? Вода ушла нет. Ну, вода в норме. Видно? Там даже не нагревался особо. Так, ну попробуем, как на холодном сейчас заведется. А, подожди, бензин сейчас зальем еще. Заливаем бензией. Десяточку сейчас зальем. Поставим сейчас спидометр по нолям. Одометр. Засекем, насколько хватит десятки. Так, приблизительно. Так, вот у нас что на спидометре. 206 тысяч, 108 километров. Это наверху. Ну, здесь мы ставим часы по нолям. Все. Вот посмотрим, насколько нам десятки хватит. Сейчас он накачает, иди туда снимай. Это не, подавим, не снимали давление? Подавай. Сейчас снимем, как давление. Сразу потухнет. Пару раз качнем. Что-то, по-моему, это пусковой у него не работает, да? Сейчас прогреет. Миша, ты же так мотору проходил, понял? Ну, сзадитор. Я уже... Ну, я уже знаю. Что-то, побежTocybin. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, короче, от 110-го мотора колено на 123 вообще не подходят. Может, кто будет с такой кухней заниматься? Как видите, тут тоже длинная, но вообще не под таким углом идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот это короткое придется резать, мы его сюда вот и сделаем, разрежем, по сути надо так, оно нам пойдет вот сюда, вторым, а вот это получается первое вот сюда пойдет, как-то вот так, чудесно, что-то сделать. Попробуем что-нибудь придумать, а так вообще не подходит, сейчас мы будем вот это 110 длинное колено, у меня там со второго, оно грунтое, все равно мятное, вот будем его подгонять, не хотела, конечно, портить, но одно придется по-любому, длинное, конечно, портить не буду вот это, а дальше придется резать, у меня, понимаете, нету больше этих ланцев самих, вот этих вот развальцовок, ладно, все, сейчас пока вот так отрезаем и будем примерять дальше. Вот так мы сейчас будем прихватывать, здесь так, здесь с плюсом надо, нарисовываем, здесь вот таким макаром, потом уже на месте будет прихватывать. Так, короче, со вторым коленом у нас еще проще получается, просто вот здесь разрезаем, пошло, крейсерно приваривали, я не помню, почему нам этот колокольчик меня, оно прикручивается прям целиком, здесь прикручивается, а тут просто небольшой вставыш, там под нужными углами, может быть какой-то коленце он там возьмем, гибит небольшой, там небольшой такой разворот будет. Ввариваем и все, а потом просто тупо на 110-й, когда ставить мотор, опять это место выкидывать кусок, и тут сваривать, и готово, а то колено одно целое, вообще классно получилось, даже быстрее, чем я желаю. Таким макаром получилось, правда тут что-то какая-то промежность, и близковато немножко, я думаю, к стартеру, но там все равно будет близко, в любом случае, в принципе нормально, видно там, снимаю, где я свечу. Вот так у нас все идет тут, может кому интересно будет, ну 123-й, когда должны идти колени, да, они такие какие-то и были, изогнутые, длинные, я сейчас что-то вспоминаю. А здесь по стандарту тут хомут, туда-сюда, здесь, все, сейчас откручиваем и обвариваем. Одно колено готово, обработать осталось сейчас, сварим второе. Ну что, пробуем? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Заходите на Drive, в Board Journal, там фото скину, ну и кому было интересно, оцениваем, комментируем. Всем спасибо за внимание и еще раз до свидания.